Ослы – известное животное из отряда непорнокопытных, которые были приручены человекам задолго до нашей эры. Сейчас домашние ослы широко распространены по всему миру, а их дикие сородичи, обитающие в основном на африканском континенте, находятся на грани исчезновения. А для начала я бы попросил вас подписаться на мой второй канал, ссылочка на который в описании. Спасибо и приятного просмотра! Приветствуем, с вами канал Узнавай и сегодня мы расскажем интересные факты из жизни ослов. Предками домашних считаются африканские ослы. Их азиатских собратьев человек приручить так и не смог. В отечественной киноленте 9-я рота снималась та же ослиха, что за 40 лет до этого возила Шурика в исполнении Александра Демьяненко при съемках «Кавказской пленницы». Ослы были одомашнены даже раньше, чем лошади. Именно этих животных люди первыми стали использовать для перевозки груза. Животные не любят дождь и пребывание под ливнем длительное время может сделать их больными, так как их кожа не является водонепроницаемой. Выносливость ослов – их визитная карточка. Эти животные способны долгое время ничего не пить и не есть. У них удивительная память, они узнают места и других животных своего вида даже после 20 лет разлуки. Ослы легко переносят на себе груз, вес которого составляет 75% от массы тела животного. А вес повозки, которую осел способен вести на длительное расстояние, может в несколько раз превышать его собственный вес. Во многих регионах встречаются одичавшие ослы, которые когда-то были одомашненными. Их особенно много на территории Австралии. В древности ослов очень почитали, а количеством этих животных измерялся уровень богатства. Ослинное молоко в античные времена использовалось в качестве косметического средства. Также его употребляли в пищу наравне с овечьим или верблюжим. Ишак и осел это одно и то же. Ишаками обычно называют одомашненную породу, а вот к диким особям это название неприменимо. В результате скрещивания ослов и лошадей на свет появляются гибриды, мулы и лошаки, которые, к сожалению, своего потомства иметь уже не могут. Ослы известны своим упрямством. Если животное чувствует усталость или опасность, заставить его продолжить движение очень сложно. Крик осла можно услышать на расстоянии до 3 километров. При этом кричат они очень редко. Домашние ослы при хорошем содержании могут прожить свыше 45 лет, а их дикие соплеменники едва проживают половину этого срока. Выведенный в США мамонтовый осел является крупнейшей породой этих животных. Ее представители могут достигать до 160 сантиметров в высоту. Ослы миролюбивые животные, однако, почувствовав угрозу, они становятся агрессивными и легко могут кинуться на обидчика. Домашних ослов нередко используют в качестве охранников при выпасе другого скота. Ослики смело нападают на врагов и могут прогнать даже волка. Как дикие, так и домашние ослы питаются растительной пищей, травой, листьями, сеном и даже колючками. В дикой природе эти животные живут табунами, которые возглавляют старые ослы. Наши сегодняшние герои – настоящие вездеходы. Их копыта приспособлены к передвижению по неровным и гористым поверхностям. В момент опасности ослы могут разогнаться до 70 км в час. В остальное время эти животные крайне неторопливы. Ослы – сообразительные и умные животные. Несмотря на развитие техники, человек до сих пор продолжает содержать и использовать их. Ведет работы по выведению новых, более выносливых пород. На этом всё. Пишите другие интересные факты об ослах в комментариях. Спасибо за просмотр. Будем рады, если подпишетесь на канал, поставите лайк и нажмёте на колокольчик. До скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok